Всем привет, с вами Россиксон, и сейчас я расскажу про Crypto Heroes. Будет много всего интересного, и розыгрыш 5 долларов в токенах НИО. 5 долларов достанется тому, кто напишет лучшие комментарии, связанные с Crypto Heroes, я его сам выберу. Это может быть какой-то игровой опыт, ваше мнение, ну что-то связанное с игрой. Так, нужно будет еще подписаться на мой Телеграм-канал, там у меня рубрика «Как заработал с нуля уже 400 долларов». Также на Телеграм-канал Ниргеймс, там все о играх на Нире, много разных конкурсов, активности, в общем, заходите, все ссылочки будут в описании, на игру тоже. Crypto Heroes, основная на блокчейне игра, игрок против окружающей среды, ПВЕ. Теперь доступна в основной сети НИР. Выпущенная Pixel Depth, игровой платформой блокчейна на основе DAO. Crypto Heroes представляет собой ролевую игру, в которой игроки попадают в опасные подземелья, побеждают злых миньонов и собирают добычи, чтобы повысить свою силу. Crypto Heroes каждому игроку предстоит управлять тремя героями, рыцарем, магом и убийцей. У каждого героя может быть 6 предметов, включая оружие, шляпу, ожерелье, кольцо, доспехи и обувь. А также глобальные инвентары можно содержать до 60 предметов. Чтобы заработать Pixel Token внутри игровую криптовалюту, игроки могут продавать свои собственные предметы на рынке или перековывать их, чтобы повысить уровень своего существующего снаряжения. Каждую неделю пользователи могут присоединяться к командам из 8 игроков, чтобы побеждать дополнительных злых боссов в эпических битвах. А еженедельные 20 лучших рейдов зарабатывают сокровища PXT за свои усилия. Crypto Heroes берет лучшие из системы торговли предметами, похожие на Diablo, и превращает ее в увлекательную, но простую игру по сбору и прокачке предметов, говорит команда Crypto Heroes. Pixel Dapps запустила свой нативный токен Pixel Token PXT на Skyward Finance 10 января 2022 года. Предварительная продажа проводилась 20 декабря 2021 года по 17 января 2022. Позволили игрокам Crypto Heroes приобретать лутбоксы, содержащие до 10 предметов и немного PXT. Из других новостей Crypto Heroes, Refinance, автоматизирован маркетмейкер Dex, предоставит долгосрочный торговый пул для PXT в NIR. 28 января команда Refinance создаст ферму в этом пуле для поощрительной ликвидности. Такс, мы зашли в саму игру, тут мы открываем трех персонажей, рыцарь, маг и странник. Мне больше нравится рыцарь и, думаю, можно прокачивать именно его. Есть статус здоровья, урон, защиты, ну и так далее. Снаряжение, его можно купить на маркете, ну или оно вам может выпасть. Разные сложности, там легкий, сложный, очень тяжелый. Легкий уровень, там просто вы скорость можете менять. И мы можем смотреть, изменять скорость, как я уже говорил. Такс, после победы тебе дадут лут. После игры с одним персонажем ему нужно отдохнуть, только после этого можно будет заново с ним играть. И поэтому нужно прокачивать всех своих персонажей, а не только одного. И в каждом из уровней есть какой-то шанс выпадения крутых вещей. И, кстати, отличается шанс выпадения вещей от сложности. Например, в самом сложном у нас самые высокие шансы, логично. В легком могут попасться только обычные вещи. В среднем ты можешь получить редкую вещь с шансом 10%, в сложную на 15% и 1% на эпическую вещь. А в самом сложном у нас 25% на редкую, 5% на эпическую и 1% на легендарную вещь. И тут мы уже выбираем, где нам лучше играть. Также, чтобы повысить свою эффективность, больше выигрывать, можно покупать вещи, они не так дорого стоят. В игре можно зарабатывать, продавать свои шмотки, участвовать в рейдах, где тебе и другим будет даваться пиксель-токены. Также в игре есть дискорд, твиттер, все ссылочки будут в описании. Всем спасибо, не забывайте о конкурсе, 5 долларов по комментариям. Да, у меня могли быть критические ошибки, буду благодарен, если в комментариях их укажете.